Добрый день! Эта публикация посвящена одному из главных праздников Индии и, возможно, самому красивому в мире. Дивали. Представьте себе огромное количество маленьких живых огоньков, которые горят буквально везде. В домах, в витринах магазинов, на улицах и, конечно, в храмах. Название Дивали – это сокращение от Дипавали, где Дипа – те самые светильники с маслом Кхи, а Вали или Бали значит много. Маленькие огоньки свечей символизируют частички солнца и торжество света и добра над тьмой и злом. Это праздник очищения, когда в огне сгорают плохие мысли, желания и поступки. Согласно древнему эпосу Рамайана, после того, как царевич Рама, седьмая аватара бога Вишну, освободил свою жену Ситу из плена Ракшаса Раваны, и она прошла огненное очищение, как раз закончилось время изгнания принца. Супруги отправились домой со Шри-Ланки, где был дворец Раваны. Поет Хью – царство отца Рамы, происходившего из лунной династии. Было очень темно, и люди стали зажигать огни, чтобы осветить их путь. Фестиваль длится пять дней, которыми заканчивается осенний сезон дождей, и начинается теплая индийская зима. В первый день Дханвантери Трайодаши празднуют явление бога Дханвантери, который вышел из пучин молочного океана во время пахтания. По легенде, именно он создал знаменитую индийскую медицину Айурведу. История взбивания молочного океана – это один из моих любимых индийских мифов, о котором я уже рассказывала в видео про бога Вишну и его аватары. Переходите по ссылке вверху экрана. Второй день фестиваля – Нарака Чатурдаши, посвящен победе над Асуром Наракой. Вот только в разных традициях его победителем называют Вишну, его аватару Кришну или саму Кали – ужасную ипостась Парвати жены Шивы. В этот день брахманы откладывают свои дневные омовения до темноты, вслед за Вишну, который бился с Асуром весь день и одолел только к ночь. Самый главный день фестиваля – третий, собственно, Дивали или Лакшми Пуджа, когда во время пахтания из молочного океана появилась богиня счастья – Лакшми. Главная ценность этого дня – чистота и порядок в доме в честь супруги Вишну. Для нее же делают ранголи – рисунки молитвы со сложным и красочным узором, выполненные из разноцветного порошка. Пуджу – поклонение – совершают во славу пяти богов – Ганеши – бога мудрости и благополучия, трех ипостасей – Лакшми и бога богатства – Куберы. Четвертый день – Гавардхана Пуджа. В этот день восьмая аватара Вишну – Кришна – закрыл людей холмом Гавардхан от бесконечного дождя Индры. А пятая его аватара – Карлик Вамана – победил Асура Мали. Пятый день – Яма-Двития – день братьев и сестер. Посвящен встрече бога подземного мира Ямы с его сестрой Яме. Во все дни фестиваля не только зажигаются светильники, но и запускают фейерверки, горят бенгальские огни, взрываются петарды, играют в азартные игры, принимают очистительные ванны, делают массаж и, конечно, дарят подарки. Честно вам скажу, я не была на этом празднике, но очень хочу попасть. А вы были? Поделитесь своими впечатлениями. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии. Спасибо вам за внимание! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры delimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...